друзья всем здарова вы на канале никита крылова прямо сейчас мы с юли находимся в барселоне испания каталония чудесный городочек продолжаем такое свое небольшое мини-мини путешествие вот решили что нам необходимо дали исследовать городок и начнем и конечно же с триумфальной арочки честно говоря тут как-то случайно находились неподалеку юля говорит а что это такое не триумфальная арка случайно я думаю я просто в париже знаю триумфальную арку еще где-то видел по моему по прикольно сделали до графики типа прям центральные места где можно что увидеть куда что походить вот в париже явил триумфальная арочку оттуда касса тоже есть еще где-то видел ну чтож пойдем посмотрим где больше понравится нам это арочка арчика от честь какого триумфа на это не знаешь я тоже надо изучать что это мы такие неграмотные вообще непонятно так настолько пускают эти разные страны ужас по сути это видео про уже вечернюю барселону потому что все рабочий день окончен сейчас сколько час пол шестого так всемирная выставки тысячи восемьдесят выставки выставки экспо экспо вот мы в дубае были на экспо это 1800 какой-то там год я думаю что такая центральная аллея красивая если честно видите фонари такие необычные как-то интересно выглядят вот ну и вот в принципе как испанцы развлекаются ходят гуляют чилят на чили на расслабон чеки конечно а чего он у кого-то еще сиеста идет сейчас кто-то уже все на самом деле очень интересный у них образ жизни действительно они такие спокойные более какие-то медлительные хотя конечно барселона понятное дело что мегаполис тут машины относительно быстро ездит гоняет но все равно не знаю как бы вот съездить в каир где нет вообще машины не побито и в стамбуле принципе еще не так а там вообще просто ужас как нам все происходит и как тут все так более размеренно поэтому но вот тем наш мире прекрасен что у него столько всего интересного буду показывать амварку чая себя до себя все видите люди пожилого более возраста играют как эта игра называется и играют воде как господи забыл представляете в общем катают шары я так скажу как же как же мы играли с собой вот именно что кто помнит как игра называется напишите пожалуйста это там где песок необходимо окидать шары металлические большие как большие как мячик теннисный кто помнит пишите пожалуйста вот а молодежь тоже сидит вот играет на инструментах тут кто-то фотографируется в общем все равно нет такого знаете вот вечерние пробки например тут я такого не вижу может быть ездят и там на выезде из города возможно да тут как-то более все свободно я тут не могу не налюбоваться тем что посмотрите как круто все то есть ездят на великах как-то не знаю тут на самом деле вся суть в том что это как бы не просто люди молодцы вот они решили все на велосипедах есть есть то дело в том что все сделано для того чтобы ты гонял на велике вот прям все например тебе даже не нужно покупать велик потому что вот ты можешь спокойненько взять его в прокат ну ладно этим не удивишь у нас казалось бы тоже да есть там прокатные велосипеды дорожки белые дорожки они прям повсюду они отдельной полосой да да это прям дорога прям полноценная аккуратно такое да что ездит и по обычным дорогам то есть как бы все сделано для того чтобы ты гонял на велике город относительно равнина но относительно поэтому в принципе вообще беспрепятственно без пробочек еще используя для здоровья кроме того конечно же климат климат здесь спокойно позволяет это делать но если честно если бы я наверно жил барселоне я бы больше предпочел бы вот от транспорта мопеды да именно ремоцикла мопеда скорее всего потому что это прям вообще очень удобно но если недалеко от работы живешь то на велике вообще беспроблемно потому что во первых экономия огромная экономия будет сувениры будем смотреть сейчас посмотрим ценами по по еврику даже магнитики и здесь ну да магниты здесь получается но есть хотя по евро но такие не очень 2-3 евро до стоит магнит 15 до 15 евро стоит но это как бы мы говорим уже такие красивые какие дворики это мы вам говорим уже цены как бы недорогие то есть вы можете спокойно там 4 5 6 7 там 10 евро магниты покупать на каких-то центральных местах если ну так вам без разницы один надо купить конечно вы будете выбирать не знаю а галерея да вообще круто так вот идешь идешь раз галерея до марславна паэрис перис иду и думаю все таки город такой интересный становится вечером потому что видимо жара спадает как-то не знаю по-другому всем барселона становится на вид так точно сейчас будем идти по знаменитым местам уже будем выходить хотя это тоже относительно знаменитые знаменитые они тем что хотя бы я по ним иду это уже конечно круто кто-то кто-то с работы на велики только вели юпитер пиш идем к знаменитой площади каталонии вот она уже перед нами столько людей мы первый раз здесь вечером 100 людей сейчас на самом деле здесь ходит не знаю то ли вот с работы прям возвращается хотя мне кажется просто на прогулку вышли мопеды уже как-то стоят днем не так много а я не знаю даже может надо посмотреть нет просто мы с юлей идем в одно очень знаменитое место за руку идем за руку посмотри лучше по карте может это не так мы помнили мы как-то гуляли она была вот там вот там была да но может это не то есть не знаю идем вроде как считается даже это зараз самый большой на планете земля вот посмотрим насколько она большая насколько там хорошо красиво насколько там большой выбор и главное я говорю а там сарахов и сарахов вот я я тебе говорю какая из них так 1 вот там получается брали находится 1 вот там и 1 еще вот там находится это сто процентов сейчас сейчас посмотрим сейчас выберем какую-то и пойдем не что же мы видим мы видим макдональдс мы видим паломбир и и за ним должна быть зара но то ли это является ли она самой большой в мире сейчас мы посмотрим мы примерно понимаем как она должна внутри выглядеть но это не она мне кажется это не она пошли следующую тогда да 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 это не она свободу ну да в эту да все си си вообще это тоже честно говоря не маленькая мягко говоря ну в три этажа ну таких не самых больших а там просто в три этажа огромных вечерней барселоне все кафешки уличные полные вот все пьют чай кофе они файл гайс не полная видимо не нравится кому-то эта кафешка получается что просто берут там чашечку кофе и сидят себе там могут час просидеть мы наблюдали это больше даже то есть никуда никто никуда не спешит не торопится наслаждаются моментиком сегодня скорые разъездились наслаждаются моментиком в общем такая развалочка понимаете наверное рассуждают о жизни что за сегодняшний день у них произошло с утра тоже они это делают видимо как спалось узнают друг у друга так пойдем попробуем в эту зару да это она посмотрите какая какой огромный магазин и все это зара вот по ценам я сейчас немного позже сориентирую на втором женское детское на третьем мужское вообще здоровый здоровый прям магаз конечно прям целый заровский универмаг ну ладно посмотрели как говорится пора и чизнать по домам да так я в мужском отделчике вот например курточка мне понравилась такая стоит всего лишь 70 евро я думаю я буду просто звездой если у меня такая курточка появится так чтобы еще хорошенького просмотреть вот кофты например по 27 евро такие вот красивые курточка вот такая отличная голубенькая это все мужской отдел 70 евро всего лишь стоит вот вот жилетка без рукавов сколько такая 40 евро так юля нашла куртку я просто уже в мужском отделе не могу ходить вы поняли почему я думаю такие себе там вещички вот 39 евро да нормальная такая хорошая куртка цены в общем отличные в испании на зару поэтому все сюда и ходят поэтому здесь так много их этих магазинов вообще это же отсюда в испании все пошло зара все нормально покупаем я еще не забыть что это выбирала да пойдет он не прям длинный но нормально ну да такая для испанских зим такие прикольные но не очень удобные ага ну прикольные да такое вроде и нормально мне кажется коротковато если честно для наших зим вообще уже по этим магазинам честно говоря не могу ходить мы просто были когда в Тревьехе и снимал видос как мы ходили вот в принципе я все купил хотел куртку какую-то нормальную купить я купил ну я просто вообще не люблю понюхать я купил в Заре да это мы были в Париже свели уже не помню года 3-4 назад короче я купил реально классную куртку две даже вот и до сих пор в ней хожу вообще прям идеально она такая длинная получается а у меня же рост очень высокий вот из-за того что она длинная то есть все прикрывает все отлично супер просто вот я думаю ну уже как-то она она все в идеальном состоянии единственное уже ну как-то морально да устарела кажется поднадоела хочется чего-то нового сейчас пошел вот это посмотрел не знаю с блесточками можно купить продолжаем смотреть курточки для Юли а да длинней длинней да ну такая обычная да она видо стоит 40 недорого да 40 вот сзади Юлия смотрю свитера из по 17 по 30 по 12 футболочки ну давай дальше ну вот такая да давай дальше за следующий идти куртка номер два вот такая красота 50 евро видите стоите какая хороша какая хорошо ну вот вот так все либо короткое либо либо большое либо короткое либо большое либо короткое нет не знаю косовочки 30 евро ну что ну что да конечно пошли после зара я думаю что можно и подкрепиться есть фокс фокс 1 и даже нормальный гамбольс аллерт 8.30 цены смотрите да вот по 4.95 тапасы разные 2.85 3 2.40 короче нормальная цена вот они так вот выглядят вот они так вот выглядят тапас это по сути что закусочка такая ну такое да простенько но со вкусом как говорит народная мудрость гласит пойдем на эту сторону сейчас может уже будет о как раз зеленый так фк ботига да 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 налево кто барселону очень сильно любит вот магазины фирменные кстати их много здесь по городу но мне кажется что они очень сильно теряют пока у них нет лео месси как только он вернется сразу футболки все полетят снова намного сильнее что там фотоаппараты а юля увидела инстакс тут что только нет каких только объективах нет огромных и которыми кстати футбол можно тот же снимать в общем радость для любого фотографа это этот магазин площадь каталонии остается возле хотели сходить на фонтаны но нам не повезло то что зимнее время они работают в субботу а в пятницу и в субботу с 7 до 9 получается каждые полчаса вот но возможно не получится у нас посмотрим сейчас идем в интересное местечко ой какой запах непонятный батат там жарили батат мимо университари испаньола университет только что проходили пивнуху столько там студентов но она так и называется пивная университетская и сидят себя спокойненько лично все чувствуют мы сейчас находимся на станции университет тут прям в метро идет презентация какой-то книги я так понял не знаю кто-то выступает вообще интересная жизнь у них происходит пойдем нам это не ведомо нам это чуждо пошли ого что-то прям так людей много поезд подъехал надеюсь затолкаемся наверное все в центр едут сейчас или наоборот надеюсь в центр сейчас все выйдут следующая остановка площадь Каталонии просто уже на нашей станции метро вот снова ехали в поезде и не это самое не объявляли станцию ну это предятие какая-то если честно то есть ты ну я говоря если ты каждый день ездишь ты ее как-то опознаешь а если как мы вообще ну хоть слава богу здесь было хоть видно что это самое а тут не надо тоже ничего тыкать прикольдес вообще вообще странно а еще мы идем и тут получается что очень жарко вот постоянно у них в метро жара какая-то тоже не пойму с чем это связано вообще как будто кондиционеры вообще не работают да вообще их нет может они экономят кстати электричество вот я думаю тут просто подземка еще не глубокая получается это у нас там на эскалаторе далеко едешь тут не она вообще там метров 10 мне кажется глубина вот такое впечатление что экономит мы на нашем райончике сейчас находимся смотрите просто кто вечером чем занимается кто-то вон собак да выгуливает кто-то просто стоит ждет когда перейти можно будет кто-то в баскетбол играет а вот там вот светятся футбольные огромные поля 3 вроде поля или 4 пошли прямо а так а зачем нам чуть не упал телефон в общем это так интересно то что спальный район и видите как на самом деле никто там нигде не это самое не бухает никто не курит не сидит то есть все занимаются потому что есть возможность 1 2 3 3 кольца это я сказал да вот занимается спортом не считающих тех кто бегает ездит на велосипеде а их реально очень много здесь вокруг людей в общем такой отличный пример в том числе для нас потому что у нас есть уже виноградный напиток на часы гуакамоле живем все друзья буду заканчивать видосик такая у нас вечерняя прогулочка получилась все легенько спокойненько и лайтовенько хорошечно в общем всем всего самого самого лучшего будьте здоровы будьте счастливы чтобы все было у вас вот так вот вот ну и нам конечно хорошего отдыха в наш небольшой отпуск все подписывайтесь ставьте колокольчик пока 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 а 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 и а а а